Итак, привет всем, всем любителям ЗОЖ, веганам, вегетарианцам, сыроедам. Интересно, есть ли среди вас параноеды? Ни одного? Ну и в природе, всего-то, я думаю, человек 15 на всю планету. Наверное, прежде всего, стоит о себе рассказать, почему я в веганстве, чтобы вы понимали, ну то, что я расскажу о роли питания в тренировках. Я, наверное, с 93-го года стал тренироваться. То есть он как спустился в качалку и понял, и растворился в этой атмосфере, потому что понял, это мое. Повезло, наверное, немногим, так же, как и мне, понять, где твое предназначение, твоя реализация. И до этого, точнее так, затем я профессионально стал работать тренером с 98-го года, это было еще в Ростове-на-Дону. И в 2004-м году здесь, в Москве, уже стал работать фитнес-тренером. И с тех пор его разных девяти фитнес-клубах проработал. Как обычный совершенно фитнесист, у меня был абсолютно обычный рацион, и я еще там 6-7 лет назад и не думал, что я буду выступать с этой темой. Поэтому спасибо Никите и остальным организаторам, кто дал эту возможность донести до вас вот эту очень глобальную тему, на самом деле. Потому что я подхожу к питанию с нескольких позиций. Во-первых, с позиции фитнес-тренера. То есть, чтобы сделать свое тело более стройным. Для парней мускулистов, для девушек, разумеется, стройным в виде песочных часов. Я подхожу с позиции нутрициологии. И с некоторых пор с позиции ведических знаний, с позиции аэроведы. Поэтому, ну, чуть больше погружаюсь в эту тему, чем все остальные. Те, кто просто ест. Думаю, что это лишь там какая-то энергия, какие-то белки. Наверное, обязательно, как любому вегану, вы зададите вопрос, а почему пришел, почему выбрал этот вид питания? Ну, для тех, в чьих глазах это так больше свихится, я обычно отвечаю, что это просто три темы, не погружаясь в них. Разумеется, это здоровье, собственно, экология и духовная сторона, этичность. Вот для тех, кто хочет разобраться в этих темах, я уже описываю, что, ну, понятное дело, что мясо, оно не перерабатывается полностью. Оно не усваивается. Наша пищеварительная система вся, она больше расположена от плода едени, нежели к мясоедению. Я не буду в это погружаться, я лишь поверхности коснусь. На самом деле, вся пищеварительная система, начиная с зубов, и все, что ниже находится, это рассчитано больше на, как ни странно, поедание, да, травы, зелени, плодов, в какой-то степени орехов и семян. Вот. Но никак не для мяса, которое больше токсично, больше требует энергии на его перерабатывание, чем какую-то эффективность дает. И, кстати, опять же, вот с этой позиции подхожу к питанию. Питание должно быть эффективным, то есть оно должно строить тело, оно должно давать здоровье, долголетие, энергетику, и теперь уже еще и осознанность. То есть это нечто, что позволяет шире, масштабнее видеть мир. Экология. Мало кто задумывается, насколько веганство влияет на вегетарианство. Потому что тут стоит, наверное, сделать отступление. Есть такие люди, которые считают, что если они отказались от говядины и свинины, все, они уже веганы. Нет. Курица это по-прежнему плоть. Это, сори за жесткость, это трупы животных. Есть люди, которые отказываются от и этого, но, тем не менее, не могут с трудом отказываться от рыбы, морепродуктов. Таких пескорианцев можно назвать. Дальше, вот вегетарианцы, это, как правило, лакто и ово, то есть управляющие молочные продукты и яйца. Уже честь и махвала, что они выбрали такой вид рациона. Это уже здорово. Но можно пойти дальше, стать веганом. То есть отказаться не только от молочных продуктов, потому что это, ну, вся молочная промышленность, она тесно связана с животноводством. Так же, как и яйца, понятное дело, птицефабрики там же. Люди, которые отказываются от этого, уже молодцы, потому что, ну, они уже стараются какую-то пользу принести не только своему здоровью, но и экологии. Дело в том, что огромные пастбища, они просто вытаптывают огромные территории. Особенно это, об этом много видео снято и фильмов американцами. К сожалению, наши российские фильмы очень мало затрагивают эту тему. Крайне мало. Поэтому я вас призываю смотреть такие, ну, не то чтобы жизнеутверждающие, но бьющие по мозгам, по сознанию фильмы, как «Землянин», «Бухта», «Вилки против скальпелей» и тоже замечательный фильм. Ладно, потом вспомню. В общем, есть несколько, которые нас приводят вот к этому выбору растительной пищи и отказу от тупоедения. Дальше. Экология, она зависит очень тесно с животными, под которых, под пастбище, с которыми вырубаются огромные территории. Их, прошу прощения, даже навоз, но он создает уклекислый газ. Это тоже разрушает озоновый слой. Ну, в общем, если не погружаться в это, вы посмотрите фильмы и поймете, о чем я, потому что это реальная зависимость. Очень реальная зависимость между животноводством в любом виде. Даже молочные фабрики. Как бы красиво в роликах не описывали, что, дескать, за коровушками ухаживают. Нет, это вовсе не так. Духовная сторона, ну, это карма. Надеюсь, есть кто понимает эту тему. Это чистое сознание. Это уже видение себя в ином свете. Это чувство уже очень тонких моментов, как своего основного тела, человеческого скафандра, так и тонкого тела и остальных, эфирного и так далее. Поэтому те, кто погружается в веганство, они тесно связаны уже с эзотерикой. Основное, конечно, то, что вы от меня хотите услышать, это роль питания при создании тела, мускулистого тела. Вот для меня было, ну, закономерно, наверное, увидеть в 2014 году, когда я выступал на соревнованиях по мэнс-физик на Мистер Олимпия в Москве, было ожидаемо, что я был там единственный веган и сыроед. Нет, прошу прощения, тогда еще был вегетарианец, то есть творог употреблял. Это абсолютная норма, во всяком случае, для российских фитнесистов, бодибилдеров, использовать, ну, практически один и тот же рацион. Белый рис и куриная грудка. Так сложилось, наверное, временами, и очень часто люди мыслят стереотипно, шаблонно, что белок можно получить для строительства мышц лишь оттуда. В реальности, как выяснилось, это не так. Меня четыре года упорно снабжал мой двоюродный брат информацией по веганству, по сыроедению. Я, как нормальный человек, в кавычках, отнекивался, но на самом деле проходил несколько этапов. Это этап непринятия, потому что в моем понимании, кто такие вегетарианцы, я слово веган даже не знал, вегетарианцы, они, как правило, худые, немощные, с бледной кожей, хорошо, если они занимаются йогой и какими-то там духовными практиками, эзотерикой. Мне была важна мышечная масса, мне хотелось всегда выглядеть хорошо, являться по-своему примером, поэтому, ну, как-то не хотелось избавиться от с трудом наращенных мышц, поэтому долгое время отнекивался. Были примеры, ну, например, Джерико Санфайер, надеюсь, многие о нем увидели, знают, знают его видеоролики. Джерико первым был примером, который показал, что можно иметь рельефное, мускулистое тело, питаясь лишь плодами. Он был на тот момент фрукторианец. Да, это, кстати, следующая фаза после веганов, и параллельно переходя на сыроедение, об этом тоже упомяну, думаю, последующее, ну, для более, наверное, сильных духом людей, это выбор, исключительно переход на фрукторианство. Затем, наверное, соки, сокаеда, и окончательная фаза, это праноеда. Но в существование их мне сложно поверить, точнее так, я ни одного из них не видел. То, что я видел в соцсетях, это, ну, скорее всего, скорее всего, попытка быть таковым. Потому что эти очень духовно развитые люди, они, скорее всего, сидятся в лесах Амазонки. Потому что это, ну, должно быть очень чистое сознание, не загрязненное мегаполисом, и всей этой негативной энергетикой от него. Питание. Питание я делю, подразделяю на основные элементы. Конечно же, белки, которые строят наши ткани, не только мульс, углеводы, которые в основном дают энергию, жиры, которые как энергией, так и являются основой для гормонов. Витамины и минералы, которые совместно с остальными фитонодриентами, а их больше десятки тысяч элементов существуют в природе. Вот эти элементы, микроэлементы, они позволяют нашим клеткам существовать, но достаточно долгое время, то есть они дают нам жизнь. Именно нашим клеткам. И вот роль всех этих элементов и дает нам, повторюсь, здоровье, тело, долголетие. Мало кто замечал, что каких-то там 20-30 лет, ну, то есть в советское время, были совершенно иные продукты. То есть не было чипсов, шаурмы на каждом шагу. И поэтому, да, люди болели, но совершенно другими болезнями. Последнее время для многих стало просто нормой. KFC, McDonald's. И понятное дело, что загрязняет тело. Понятное дело, что оно приводит к ожирению и вообще глобальным проблемам со здоровьем. Но мало кто задумывается, опять же, какую роль они играют в животноводстве. Я часто этого касаюсь, потому что, ну, одно из своих важных тем, которые хочу донести вообще до общества, это как глобальное закрытие скотобоин. Нет скотобоин, нет воин. Потому что от мяса зависит ваша энергетика. Либо она будет с агрессией. Можно заметить, как мясоеды реагируют на наши, ну, попытки донести. Это очень сильное, очень сильное загрязнение, ну, как сознания, так и своей энергией агрессии. Мало кто знает, что у девушек, которые испытывают приступы паники, как раз-таки в основном из-за мяса. Поэтому, ребят, пытаюсь донести до каждого из вас. Те, кто еще не перешел, те, кто здесь лишь потому, что это тема ЗОЖ, это уже классно, что вы здесь. Но давайте двигаться дальше. Чем питаюсь я? На сегодняшний день, вот я прошел все эти этапы, вначале отказался в один день от алкоголя, мяса, рыбы. Дальше мне потребовалось три года, чтобы отказаться от яиц. Поскольку я в голове все это прокручивал, то есть мне нужна была информация и основание своему телу, что оно будет меняться, оно будет расти. Дальше был отказ, через год-полтора отказ от молочных продуктов. Ну, потому что все знают, какой чистый белок в твороге, как он легко усваивается, поэтому наравне с куриными грудками у обычных бодибилдеров это является обычной нормой в рационе. Но, почитав китайское исследование профессора Кэмпбелла, я, например, выяснил для себя, что содержащийся в твороге и вообще в молочных продуктах козырин, он также наравне с мясом, он вызывает онкологию. Поэтому это было достаточно просто и от этого отказаться. Когда я двинулся дальше, я стал разбираться, что питание, оно может быть, ну, еще более совершенствовано за счет, например, проращивания. И с тех пор я стал переходить все больше на зелень, на фрукты, на проращивание семян. То есть сегодня у меня на полочке, как у стандартных сыроедов, проращиваются семена льна, подсолнечника, тыквенные семечки, маш, зеленая гречка. И зачем я это делаю? По простой причине. Когда появляются там морозки, там пробуждается жизнь, там бухгалит жизнь. А значит, витамины, минералы, совместно с первичными аминокислотами, вот они являются основой для белков. Все замыкаются на роли белка, но они все понимают, что в реальности мышечные ткани, они строятся не из белка, а из аминокислот, которые поступают к нам с пищей. Любой организм вынужден любой белок разрушить, расщепить до составных моментов, то есть до аминокислот. Это как стена, которая состоит из кирпичей. Поэтому нам важен аминокислотный профиль. И вот, когда мы совмещаем в несколькими продуктами, в несколькими продуктами совмещаем в одном приеме, а иногда и на нескольких приемах разбиваем, то наш организм, он достаточно умная машина, он способен сам, как и из лего, составить эту формулу белка, полноценного белка. Поэтому забудьте о всех этих номинованиях неполноценный белок, незаменимые кислоты. Это все требует расшифровки. Расшифровки, ну, например, аминокислоты незаменимы, это всего лишь означает, что они нашим организмом не синтезируются, но они могут попасть к нам с пищей. Другое дело, когда вегетарианцы переходят на... Ну, девочка посмотрит фильм «Земляне» и решит отказаться от мяса, от впечатлением, от того, что происходит на мясокомбинаторе. И она просто переходит на печенье, на овсянку в лучшем случае, гречку. Я знаю парней таких. Это еще не вегетарианство. Вегетарианство в полной мере проявляется когда-то на зеленой, на растительной пище. И, разумеется, проращивая все это. Поэтому, совмещая определенные продукты, их не нужно в большом количестве. От двух до пяти. Этого достаточно. Вот сейчас я на сегодняшний день, в основном, живу, так сказать, на смузи. И это мне позволило, ну, как у многих вегетарианцев, были сложности, наверное, только с одним продуктом, было сложно отказаться от сыра. Постепенно организм очистился. Поскольку мясо, оно создает патогенную флору. Оно не переваривается. Это все долго, очень долго, от шести до двенадцати часов бродит. И полностью нашим организмом не просто не усваивается, не переваривается, не выводится. Поэтому эта гнилостная микрофлора, она очень часто руководит нами. Поскольку это те же живые организмы, хотя в это сложно поверить, но это тоже живые организмы, которые руководят нашими привычками, пищевыми привычками. Поэтому потребовалось некоторое время от сыра отказаться. И затем вот эти фруктовые смузи позволили мне уже отказаться и от каких-то привычек к сладкому. Например, халва. Как это ни странно. Да, я мог себе позволить. Пресс был и в этом случае в прекрасном виде. Но вот побольше фруктов, и организм очистился от этих привычек. Поэтому хочу очень вот этот важный момент донести до всех вас. Переходите в том числе на сыроедение. Но изучайте. Потому что, как я привел пример девочек, которые лишь печеньем питаются, там, какими-то сладостями. Организм по-прежнему обеднен. При перестройке, при переходе на и вегетарианство, и веганство, а тем более при чистке на сыроедение, организм по-прежнему руководим нашими привычками и привычками нашей микрофлоры. Поэтому и нехватка каких-то витаминов, витаминов, минералов, там, кальция, она может быть. Поэтому очень важно изучать эту тему с помощью видео, YouTube, благо, что позволяет это выяснить. Чтение книг. Федерик Паттенотт. Это замечательная книга, которая дает понимание, что собой представляет сыроедение. Потом обязательно, конечно, Арно Теретт. Теория бесслистской диеты тоже необходима для чтения. Ну, в общем, есть несколько книг. Для желающих выяснить, что за такая литература нам поможет для осознанного отношения к нашему питанию, просто обращайтесь ко мне. Либо в Инстаграме, Роман Кравцов, на конце 2F, либо ВКонтакте, Москва, разумеется. Я прописываю, пишу, занимаюсь дистанционно и ведением по питанию, по тренировкам. Поэтому всегда старайтесь обращаться к специалистам, потому что свое, свое, как правило, безграмотное отношение, оно может привести к тому, что начинают выпадать волосы, проблемы с зубами, проблемы с кожей. Поэтому нужно обладать знанием, что делать с питанием, как к нему относиться. Роман, спасибо тебе. Ваши аплодисменты. У нас есть немного времени. Я думаю, что у ребят есть какие-то вопросы. Поэтому по поводу... С удовольствием отвечу. У кого есть вопросы? Специалисту? Все понятно. Все сразу стало ясно. Есть вопросы. Отлично. Скажите, пожалуйста, вот я занимаюсь и после силовой тренировки мне не выходил белок. Вот что у меня лучше есть из растительной пищи, потому что я сыроед. Можете прям перечислить меня? И если можно, до тренировки? Я ждал этого вопроса. Кстати, молочина очень качественно держала планку. Это блестяще. Два варианта. Либо используя спортивное питание, либо без него. Варианты, используя спортивное питание, даже на веганстве можно выбрать протеины растительные. Соевый. Из пшеницы, из дароха. Конечно, самый популярный соевый, но он, к сожалению, не у семи усваивается. Почему я все-таки могу порекомендовать спортивное питание? Я сторонник здорового питания, то есть не без синтетики. Поэтому БЦА, они как очень хорошие вспомогатели для строительства, они требуются нам как обычными бодибилдерами, они используются перед тренировкой либо после. Но я не могу синтетику рекомендовать. Я буду рекомендовать лишь натуральные протеины. Их можно найти в интернете. Есть, к счастью, российская компания, не знаю, представлена ли она здесь, которая занимается очень качественным протеином из, они совмещают из, если не ошибаюсь, амаранта и зеленой гречки. А, коноплян и зеленая гречка. Вот это очень хороший аминокислотный профиль создает, вот эти два продукта. Поэтому такой протеин, не знаю, стоит ли уместить назвать его название. Конечно, Вегмаска. В Краснодаре производит очень замечательный человек. Он, как правило, присутствует на таких выставках. Ну, есть и зарубежные производители. Почти в каждом серьезном брейде такие присутствуют. Что касается обычных продуктов, ну, как сам употребляющий фруктовый смузи, я вот это и рекомендую. Причем, опять же, повторюсь, немного продуктов от двух, от трех лучше, до пяти максимум, если включать зелень. Буду полагаться на свой опыт, потому что вот это, вижу, по мне, работает. Но тебе рекомендую, как и всем остальным, находить свои, свои сочетания по вкусу. Ну, однозначно основой может являться банан. Вот, прежде чем сюда ехать, я, например, после тренировки сегодня выпил такой смузи банан плюс три хурмы плюс пророщенный маш и также пророщенный семенальный льна. Вот, это дает и хороший кислотный профиль и достаточной энергии. Правда, тебе, как девочке, стоит поменьше углеводов сразу после тренировки. Я со своей конституцией вата и эктоморфом я могу себе это позволить. Достаточно много углеводов. Парни тоже могут себе такое позволить, если, конечно, нет излишнего веса. Поэтому вариант либо фруктовый, либо зеленые коктейли. Но, опять же, чтобы было достаточно и хорошо раздробленные либо семена подсолнечника, тыквенные, льна, чия, кунжут, очень замечательный источник кальция и хороший белок, качественный белок. Их, конечно, нужно измельчать очень сильно. Зеленые коктейли это масса зелени. Опять же, 3-5 видов зелени. Базилик, шпинат, тот же укроп, петрушка, ну и прочее. Какой-нибудь розмарин, мяту для вкуса. Это, если вечером авокадо можно. Перед тренировкой еще допускается авокадо как отдающие жиры, но лучше все-таки углеводами запастись из фруктов. Поэтому выбирая из фруктов мандарины цитрусовые не стоит. Они, как правило, не сочетаются с семенами. И тут тоже важно сладкое с кислым, кислое с жирным не стоит сочетать. Все вещи должны идти, вкусы, они должны по отдельности идти. Поэтому либо фруктовые, либо зеленые коктейли из этого выбирай. Спасибо за вопрос. Серьезный ответ. Привет, Ром. Привет, дорогие друзья. Привет, привет. Узнать, влияет ли образ, видит ли такой образ жизни вегана и влияет ли он на продолжительность жизни, на качество жизни человека в дальнейшем? Ну, я уже в начале сказал, что да, это однозначно продлевает жизнь. Смотри, избавившись от трупов в своем питании, в своем рационе, ты не захламляешь. Переходя не просто на вегетарианство, а еще и на веганство и сыроедение, ты все больше даешь организму живых витаминов и минералов. Это дает однозначно продолжительность жизни клеток. Наш организм, как ни странно, ну, как минимум, должен существовать в этой природе лет 150-150-180. К сожалению, это не все понимают и понятное дело, что экология, мегаполис, наше сознание, мы очень часто руководствуемся какими-то негативными мыслями, какая-то карма по здоровью, она тоже передается. в общем, есть... То есть много факторов, не только питание является ключевым, но в любом случае это продлевает жизнь. Это однозначно, конечно. Надеюсь, ты не будешь спрашивать, насколько? Ну, у меня вот кратенький вопрос. Учитывая то, что аминокислотный состав, вполне возможно, будет не совсем полным при таком питании, каким образом вот это можно учитывать, как-то следить за своими показателями, есть ли какие-то может быть исследования в этой части, которые можно почитать? Потому что, ну, как известно, яйцо это единица по аминокислотному составу, все остальные продукты отстают. Соответственно, смотри, во-первых, анализы имеет смысл сдавать. Знаешь, если ты, а ты уже вегетарианец, веган, ты, повлияй. Аккуратно, конечно же. Значит, смотри, когда примешь решение, очень рекомендую сдать анализы. Но не просто крови, он мало что покажет, потому что анализ на состав крови влияет то, что ты поел буквально за пару часов. Или, наоборот, не поел, ну, там, гормоны тоже за ночь, ну, как правило, мы ведь сдаем на голодный желудок, на голодный организм утром. Это влияет. Более качественный анализ крови, точнее, анализ нашего организма дает анализ состава волос. Вот, они за несколько месяцев дают аналитику, ну, то есть, позволяют увидеть, чего тебе достаточно и каков дефицит определенных элементов. И так можно действительно раз в три месяца, раз в полгода проверяться, если ты прям крайне озабочен своим здоровьем и там с тебя требует кто-то. Потом, что касается минокислотного профиля, видишь ли, почему гнилостная среда от мяса, она разрушает не только пищеварение, вместе с ней она разрушает и микрофлору. На самом начале очень мало кто догадывается, что аппендикс, о котором мало что врачи даже знают, он играет вот эту очень внушительную роль в создании и определенного пула витаминов, и определенного пула аминокислот. И вот они совместно как микрофлора населяющая нашу пищеварительную систему совместно с аппендиксом они выдают нужные аминокислотные. Повторюсь, не нужно принижать роль нашего организма. Нам природа все, что нужно, дала. Ты посмотри на самых крупных животных. Это кто? Это однозначно веганы. Слоны, носороги, жирафы. Какой величины они достигают? И представь, они все на траве. Понимаешь? Помельче, да, тигры, он мощеный, но он трупоед, и он, кстати, живет меньше. Поэтому наш организм, он создан на самом деле, чтобы пытаться на растительной пище. Это очень здоровая машина, которую не нужно обманывать. К сожалению, человек ушел своими пищевыми привычками, в том числе по созданию блюд, и тепловой обработкой, это я уже веду к сыроедению, он очень сильно, наши привычки увели нас от природы. Опять же, вдумайтесь, ни одно животное, ни одна птица не жарят, не варят, не запекают в природе. Они едят то, что на ветках растет, или там упало под деревом. Тем же, по сути, нам нужно питаться. Зрелыми, конечно, фруктами, созревшими какими-то и зелеными растениями, и в том числе теми, ну, которые я уже перечислил, пророщенные. Зеленая гречка, шерно, тоже можно проращивать, семена, вот там достаточно аминокислоты, плюс наши микрофлоры, они способны нам дать нужный профиль аминокислотный, даже если у тебя есть сомнения. Просто перейди и ты все это на себе увидишь. Знаешь, я порой сам удивляюсь, что мое тело, оно только улучшается со временем. То есть, оно как-то более рельефно стало. Я сегодня тренировался, конечно же. Остальные вопросы лично Романа задавайте, ловите его, добавляйте с него в инстаграме, вконтакте, ищите его. Еще увидимся на сцене. Спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова